Здравствуйте, возлюбленные! Вы смотрите телеканал «Импакт» в программу «Влияние». И сегодня снова с вами я, пастор Виктор Музычук, церкви «Мелхиседек». Имею великую Божью возможность, а чтобы служить вам, и сегодня со мной в студии, также один из служителей нашей церкви, мой помощник, а также ученик Тарас. Черный Тарас, здравствуй, дорогой! Здравствуй, пастор Виктор, здравствуйте, наши дорогие телезрители! Сегодня у нас есть хорошая возможность говорить о том, насколько женщина создана Богом, дана нам, мужчинам, конечно же, дана нам в церковь для служения, для созидания наших семей. И, конечно же, мы сегодня поговорим о том, насколько мы, мужчины, влияем на женщин. И, конечно же, нам хочется поговорить о том, насколько женщины влияют на нас, на церковь, на семью, на детей, на наше здоровье, на наши финансы. Конечно, оно все взаимосвязано. И, конечно, я как пастор, и моя жена всегда любит говорить, если вы хотите послушать хорошее учение, это к моему мужу, к пастору Виктору. Но если вы хотите услышать хорошее вдохновение, это ко мне, конечно же. Вот поэтому, естественно, что я так стараюсь, чтобы все, что мы говорим, оно имело основание. И основание какое? Слово Божьего. Потому что все мы имеем свое мнение. И часто наше мнение настолько сильное, твердое, крепкое, что нам кажется, даже Господь должен как-то подстраиваться к нам. Согнуться под нашими. Да, вот к нашему мнению, к пониманию, вкусу. Иногда мы хотим Господу объяснить, Господь, ты не знаешь моей жены. Я сейчас тебе все расскажу. Поэтому, возлюбленные, конечно, перед тем, как говорить о том, насколько женщина имеет влияние на нас, и мы имеем, как мужчины, влияние на женщину, я хочу, чтобы мы посмотрели Слово Божие. Потому что для меня, как для мужчины, Иисус Христос не только Спаситель, не только Господь, Господь, но также идеал, образец, пример. Это мое влияние, конечно же. И хотя, как бы, это кажется, что Иисус далеко-далеко-далеко, но все-таки, когда Иисус был на земле, Он был таким же стопроцентным человеком, как и мы. Многие из нас хотят в это верить, и это выгодно, что Иисус на земле был Бога-человеком. Возлюбленные – это абсолютная неправда. Иисус на земле был стопроцентным человеком. Но после воскресения из мертвых Он действительно был Бога-человеком. Итак, Тарас. Да, пастор. Основание для меня, для тебя и для всех нас, мужчин. О том, как мы имеем влияние на женщины, как женщины имеют влияние на нас. И мы будем, конечно, говорить о том, как женщины влияют на нас, какова наша реакция. Но, конечно, в Библии масса-масса хороших примеров о том, как женщины влияли на мужчины, как реагировали мужчины. И самое главное, как мы должны себя вести правильно. Матфея 26 глава. Конечно, я знаю, что у вас Библии с собой нет. Вы не в церкви, не на проповеди. Но у меня есть Библия, Матфея 26 глава. Я умышленно взял современный перевод, хотя могу, как это сказать, микс делать, микс, ну, то есть два перевода говорить вместе. Матфея 26 глава, с 6 до 10 сека. Когда Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, оказывается, даже, даже ученики Иисуса Христа и только клички писали. Потому что Прокаженный, это же не фамилия, это кличка. Не самая лучшая кличка. Это Прокаженный, ну, вот какая реальность. К нему подошла во время обеда женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного, благоухающего мира. И стала лить его на голову Иисуса, в то время, как он оставался за столом. Итак, мужчины. Мужчины кушают. Только мужчины. Обед, да. И представь, вот во время обеда заходит женщина. И она начинает, представь, разбила и лить на голову. Во время того, как кушают? Как все кушают. Во-первых, как-то, мне кажется, мы бы сказали, ну, не мешай мне кушать. Я же кушаю. Вот представь, ты кушаешь, кто-то сошел со стороны и лед тебе, ну, на голову. Ну, кажется, вообще неправильное время. Ну, ладно, неправильное время. Что ты делаешь? Люди не поймут, зачем ты это делаешь. Но ученики, как мы мужчины, мы первое, что считаем, сколько это все стоит. Какие расходы. Вот что нас интересует. Деньги. Да, 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 возлюбленные. Я сейчас веду нас к женщине. То есть, как ведут себя женщины? Женщины никогда вначале не спрашивают, сколько стоит. Они просто говорят, как они чувствуют. Чувства, да. И все. Я вот чувствую. И все, я чувствую. Люди часто говорят, хотят понять женщину. А женщину не поймешь никогда. Она сама себя не знает. Она просто, что чувствует, то делает. И на этом все. Она потом думает, сколько это стоит. А мужчина, наоборот, сколько стоит, потом спрашивает, я чувствую или не чувствую. Один человек говорит, очень сильно хотел поехать в отпуск. И потом он, потому что, говорит, устал. Чувствовал, что устал. Потом посчитал, сколько стоит отпуск. И говорит, я чувствую, что я уже не устал. Да, еще не устал. Еще не устал. А женщина, она просто чувствует. Она не считает. Она не считает. И заметь. Какая реакция мужчин? Ученики вознегодовали. Они начали возмущаться. И что? Они не восприняли женщину. Почему они не восприняли женщину? Потому что мышление женщины и мышление мужчины абсолютно разное. Женщина чувствует и делает. Мужчина считает и нелогически, неправильно. И он начинает что? Идти против женщины. И получается, вот на этом основании всегда семейные драмы. Огромные драмы. Почему? Мужчина посчитал и неправильно. Нелогически. Вообще неправильно. Все не сходится. Все не так. Женщина в той же самой ситуации говорит, как все правильно. Как все разумно. Как все подходит. Какое я правильно делаю правильное дело. И это же в Библии написано. Два противоположных мнения. Да. И что сказали ученики? К чему такая трата? Или современный перевод говорит расточительность. Итак, почему мужчины первые недовольны на женщин? Всегда первая причина. Женщины тратят деньги. Их деньги. Их деньги. То есть они всегда говорят, что все, что женщина делает или все, что она умеет и знает. Это как потратить мои деньги. Ну да. Как купить. Как что-то принести домой. И у женщины как только деньги появляются, что она их тратит. Но я хочу что показать сегодня возлюбленные. Что именно не женщины создали сами себя. Это не они сказали давай мы себя создадим вот такими. Чтобы мы были расточительные. Это Бог создал таким мужчинам и женщинам. По какой причине? По какой причине? Порпес. Представьте мужчина будет всегда такой экономный и женщина экономная. У них жизни не будет. Женщина и мужчина они всегда противостоят друг другу и этим что они делают? Дополняют друг друга. То есть мужчина думает как заработать сэкономить проинвестировать приобрести больше. А женщина смотрит и говорит муж деньги приобрел нужно их срочно потратить. создать уют нужно что-то купить. Потому что муж создает а женщина раздает. Это действительно пастор так и есть. Моя жена Таня она работает как не просто бухгалтер а аудитор. когда дело приходит к нашим личным финансам то сохранять приходится мне потому что она деньги сохранять не умеет. То есть компания она сохраняет она знает как потратить то есть есть определенные правила а когда дело приходит к нашим личным финансам я должен так сказать проконтролировать все поменяться профессиями то есть ты аудитор я аудитор я сохраняю я все отложу я плачу билы а Таня как бы нужно я уже даю определенное количество денег говорит Таня вот это ты можешь потратить а это у меня точно то же самое я понял что у нас должно быть два аккаунта два счета не потому что мы прячем деньги друг от друга нет нет кстати у нас два аккаунта я как бы на том и на том аккаунте но к одному аккаунту я вообще не прикасаюсь я не 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 трачу ни одного цента ни одного доллара вообще совсем не не прикасаюсь и я знаю что на том аккаунте где моя жена не имеет значения сколько бы в месяц туда не пришло долларов к концу месяца там всегда по нулям или еще минус небольшой это вообще не имеет значения какая была сумма она вся уйдет абсолютно вся уйдет то есть вот какова реальность ну как бы такой интересный момент но я к чему веду все эти интересные мысли к тому что Бог автор творения Бог автор создания мужчины и Бог автор создания женщины и иногда мы думаем что если женщина не такая как мы я еще раз делаю ударение если женщина не такая как мы то наверное с женщиной что то не так это неправда а женщина смотрит если мужчина не такой как я как мы то с мужчиной что-то не так это фундамент практически все это все правильно поэтому конечно сегодня мы смотрим на женщину на женщину будем говорить служение с точки зрения мужчин я хотел бы сказать муж всем мужчинам что если женщина тратит деньги все правильно все нормально все нормально она настоящая женщина я слышу я прям сейчас слышу женщины говорят пастор повтори это повтори ну что интересно даже сам иисус ступился за нее то есть он поддержал ее точку зрения сказал что это все нормально ты делаешь правильное дело но вот ты забегаешь наперед не скажу вторую но хорошо хорошо а вторую важную мысль а почему женщина начинает переставать быть женщиной почему женщина закрывается в себе замыкается в себе и часто мужчина думает я не знаю я сказал ей всю правду она взяла и закрылась она взяла и плачет не разговаривает не разговаривает не могу понять я же доброе дело хочу есть коса и я верю что иисус христос для нас мужчин является лучшим примером как себя вести с женщиной как себя вести женщинам я всегда так себе говорю и заметь что начали мужчины говорить зачем такая трата зачем такая расточительность они что начали делать вслух вот заметьте все как мы говорим вслух в присутствии наших жен или на наших жен это влияет на то как они будут вести себя завтра иногда мы говорим я же сказал слух я же я же доброе дело я помог я правду сказал и разве ученики не правду говорили зачем такая расточительность зачем такая трата настоящий вопрос мужчины хороший зачем ты потратилась зачем ты это купила где твоя была голова ты чем думал чем ты соображала ну я знаю мужчины часто ведут ты зачем на это набрала зачем так много и стоит вопрос как в этот момент себя чувствует женщина конечно мы здесь в эфире в прямом эфире не используем плохих слов ну я и в жизни их не использую но можно скажем если бы мы были неверующим и бы искали ты чё не нормальная больная чё деньги потратила зачем ты это купила кому это нужно иногда мы мужчины мы не замечаем как мы опускаем наших женщин как мы их загоняем я вот представляю как мария начала себя чувствовать отвержена конечно ну конечно если бы мария была мужчина и она бы сказала заткни свой рот я не потратила твои деньги свои на самом деле она же не тратила деньги учеников ну да на свои деньги она свои тратила но даже потратив свои деньги когда женщина чувствует упреки укоры в свой адрес что она чувствует отвержены я какая-то неразумная они все нормальные логические здравые я какая-то вообще другая и заметь что Иисус сказал им что Иисус сказал им зачем как как у тебя какой перевод white trouble you the woman английский да почему вы приносите проблемы женщины да наш современный русский перевод что говорит зачем смущаете женщину а вот современный перевод говорит зачем огорчаете вы эту женщину то есть именно мы мужчины смущаем огорчаем и приносим про и приносим проблемы думая что мы что мы делаем доброе дело и женщина что закрылась она закрылась все ее нету она она спряталась и все думает я какая-то ненормальная я ему хотела сделать доброе дело доброе дело я взяла купила потратила от сердца от сердца настоящую цену заплатила я я пробовала вписаться чтобы хватило денег а то хотела больше дело сделать ну купить денег уже не хватало а он говорит ты чуть сделала зачем ты это сделала и представляете мы мужчины начинаем что огорчать унижать опускать закрывать отвергать наших женщин пробуя сэкономить деньги я бы сказал что мы формируем их не завтрашнее поведение завтрашние отношения к нам как бы мы влияем на завтрашнее поведение наших наших жен наших сестер да так сказать поэтому какая сегодня наша тема влияние женщины но перед тем как сказать какое ее влияние мы должны понять кто такая женщина кто мы кто мы мужчины и как мы должны себя вести и заметь что иисус ответил я сейчас ну перейду на женскую конференцию но заметь что иисус сказал она что сделала доброе дело иисус начал хвалить женщина какая ты молодец что такое ты потратила деньги вы знаете вот когда мы увидим в иисусе идеал пример образец то мы очень сильно изменимся да мы сильно изменимся приходит жена домой приносит вещи приносит продукты а в холодильник уже места нету куда ставить а ты говоришь молодец аплодируем аплодируем что моя жена купила такую вкуснятину и это правда ну что что потратилось просто меньше бюджет давай потому что мы должны понять она что сколько есть мира она столько потратить она все вылит все вылит она не сказать один раз полью на иисуса потом еще второй раз приду поле распредели все и потом третий раз приду и полью на иисуса женщина приходит берет и выливает сколько я все вылила и все и она больше она она не экономит я думаю что даже не знает как она просто выливает то что у нее в сердце она не экономит она не значит что такое экономить она не понимает бог нам дал эту способность но мы должны понимать мы что дали она все уйдет просто мы должны помнить что это правильно это нормально вот мы столько дали и она все уйдет а что делать мужчина вообще перестает давать он перестает доверять он перестает в нее верить и он начинает его огорчать закрывать унижать, а потом говорит, что-то у меня с женой не так. Почему она не улыбается? Почему она грустная? Да? То есть вот такие моменты. Поэтому возлюбленные, я лично очень сильно убежден в том, что Бог дал женщинам огромное влияние на нас. И мы тоже имеем огромное влияние на женщин. Это огромный секрет. И часто мы, экономя деньги, мы, экономя деньги, мы не пускаем женщин на конференции. Мы говорим, зачем такая трата? Так дорого стоит. Ты пойдешь на конференцию, заплатишь за регистрацию, потом ты захочешь купить себе новое платье еще и на конференцию. Три. Три. Потом ты захочешь пожертвовать что-то на конференции. А потом ты захочешь еще что-то купить на конференции. Не считая еды, кушать, пойти куда-то с подружкой. И все, что видит мужчина, как мы, мужчины, лимитируем наших женщин, экономя деньги, это большая беда. Мы должны инвестировать в наших женщин, наших жен, в наших детей деньги. Аминь. И говорить, если где-то нужно проинвестировать, то это не в автомобиль и не в дом, а в свою жену. В свою семью. В свою семью. Я могу реально сказать, что я инвестирую деньги в свою жену максимально. Вот сколько позволяет бюджет, вот столько инвестирую. Ну, конечно, это никогда недостаточно, но все равно инвестирую. Все познается в цене, пастор, если так посмотреть, я сейчас не говорю с точки зрения этой женщины, которая вылила это огромнейшее число денег, но если говорить о конференции, говорить о пару платьев, это действительно стоит того. То, что было на конференции, хотя я, может, чуть забегаю наперед, но то, что там было, это стоило этого. Это стоило этих денег. Мне это стоило отправить свою жену на эту женскую конференцию. В смысле, не стоило денег, но it was worth it. Помоги мне. Достойно. Да, это было достойно этого, чтобы я потратил свои деньги. Я действительно счастлив после этой конференции, которая прошла буквально пару дней назад. Возлюбленные, мы последних две наших телепередачи говорили о ценности женщины в служении, о грядущей женской конференции, которая уже прошла, она была у марта, о том, как все было прекрасно. И вот сейчас мы переходим к тому, чтобы увидеть, насколько мы здесь не для того, чтобы просто говорить слова. Мы те люди, которые не просто говорим, мы делатели. Мы делаем, мы инвестируем в нашу семью, в наших жен, в наших детей. И этим, что мы пророчествуем будущее для наших семей. Но когда человек экономит, и он жадный, он тоже пророчествует будущее. Какое? Нищету, поражение, беспечность, духовное бесплодие, духовную мертвость, не спасенных детей. Он тоже это пророчествует. Жадный человек пророчествует жадность. Жадность в свою семью, то есть скупое, скупое духовное состояние, скупность в семье, в детях, спасение детей, в служении, во всем. Взаимоотношения со своей женой. Просто жадность. Как и Павел говорил, что кто сеет в плоть, от плоти пожнет тление. Кто сеет в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот это и есть сение в дух. Говорит, жена, грядет конференция, готовься, ты едешь, я снимаю тебе гостиницу, ты покупаешь хороших три новых платья, на каждый день новое платье. Женщины не одеваются в то же самое каждый день. Сто процентов. Я даю тебе деньги еще на пищу, на пожертвование, и у нас снова плотская мысль, зачем такая траха? Зачем? А как зачем? Мы сеем в духовное. Мы сеем в будущее. Потом женщина возвращается домой. И что? Она этот огонь, эту любовь, это переживание, эту доброту, все, что она приняла от Бога, она несет куда? К нам же, обратно. Обратно в семью. Реинвестиция. То есть оно возвращается к нам. Оно не возвращается, ну, простите, стараться, к соседу. Сто процентов. Оно же не идет куда-то к тем, кто не сеял. Мне вот понравилась твоя мысль, пару воскресеньев назад ты говорил к пожертвованию. И ты говорил, человек, который жертвует, он уважает сам себя. Человек, который сказал своей жене, что я профинансировал твою женскую конференцию, иди, я покупаю тебе три платья, он уважает сам себя. Потому что она потом возвращается к нему уже назад, в семью, и приносит эту жизнь, и устраивает курорт у себя дома. То есть он уважает сам себя. Аминь. Итак, возлюбленные, мы хотим сейчас показать небольшой рекеп. Я даже не знаю, как на русском сказать рекеп. Ну, скажем, о короткие такие отрывки из женской конференции, что происходило на женской конференции. И, конечно, что вы сможете потом заказать все эти DVD или CD, чтобы, ну, хоть, скажем, ну, чуть-чуть хоть вкусить, хоть маленькую долю понюхать, потому что это совсем другое. Быть в этой атмосфере, присутствовать, чувствовать, общаться, разговаривать, видеть вот эти горящие глаза, переживания, эмоции, настроение, общение, кушать вместе, ехать, возвращаться назад. Это же, это же жизнь. Ну, хотя бы на DVD, на CD, конечно, это все равно интересно. Поэтому, я вот каждый раз смотрю и думаю, вау, неужели это действительно это происходит? И на этой женской конференции я не помню, сколько было детей, сколько было взрослых, но я знаю, что всего... И не помню маленькие детали, но всего было свыше 300 женщин. Да, было более 300 женщин и где-то 60 или 70 детей было. Вместе с молодежью, да? Да, то есть это было очень-очень огромное влияние. Есть люди, которые приезжали с Казахстана на женскую конференцию. Да, одна женщина приезжала. Есть люди, которые с Вашингтона, они говорят, мы каждый год едем к Вам на конференцию. Все, мы едем сюда. Ну что, это невозможно пропустить. Это же такое событие. Иногда нам кажется, да, ну этого не стоит. Стой. Это реально стоит. Поэтому, возлюбленные, приготовьтесь, сейчас мы покажем 11-минутный такой ролик, рекэп. мы пробовали, мы пробовали, собрать самые ценные, самые важные, самые интересные. И после этого мы снова продолжим наше общение с Вами, потому что, я верю, Вам очень нравится наша телепередача. Амин. Мне самому нравится. Тебе нравится? Очень. Наши жены позвольте, позвольте, позвольте. Поехали. Друзья и господи, добро пожаловать на конкурсенции в 2015 году Наши жены для этого. Я хочу спросить вас, чтобы стоять на ваших ногах и поставить свои руки вместе для нашего прекрасного, замечательного и единственного Иисус Христа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что для вас и меня мечта сбылась. I think that your and my dream has come to pass. It feels like I've been holding my breath Trying to steal my restless heart Everything hangs on my next step Found in my nerve, play in my heart I found shelter underneath this crown Found favor inside his eyes Rock this boat and I just might drown Honesty seems to come with a price There's a time to hold your tongue Time to keep your head down There's a time, but it's not now Sometimes you gotta go uninvited Sometimes you gotta speak when you don't have the floor Sometimes you gotta move when everybody else says You should say, no way, no, not today You gotta ask if you want an answer Sometimes you gotta stand apart from the crown Born before your heart could run the rims You were born for this And I saw Jesus walking in front of me And he said, this road I have you on Is rocky, it's hard, and it's cold And he said, this road, which I have for you It's rocky, it's cold, it's hard But don't worry, because I'm walking before you But don't worry, because I'm walking before you And I saw heaven open up And I saw millions of angels standing And I saw God on his throne And the sun was his face And the sun was his face They came to celebrate my baptism And they came to celebrate my baptism And whatever one was his face At the top of him Wumaatsy This road was his pelo That... Jan-Jan, Jan-Jan? Jan-Jan but? Jan-Jan, Jan-Jan? Jan-Jan, Jan-Jan to the throne He named God So he said, vagðika Jan-Jan, Jan-Jan, Jan-Jan Jan-Jan, Jan-Jan. Jan-Jan, 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 Jan-Jan. Я Ева, я Ева, я Ева. А значит, первая леди. А ну, а кто вторая? А с кем я теперь буду разговаривать? А кому я буду теперь ходить в гости? Скука. Эй, кто там в кустах? Это ты, змея под колодной, приболзла. Глаза б мои тебя не видели. Что, без ног осталось? Надо было и без языка. А я тогда в Едемском саду развесила уши, слушая твои басни. Съешь яблочко, наливное, будешь все знать. А ну, мне надо было все знать. Меньше бы знала, легче бы жилось. А теперь, Адам каждый раз, Ева, ты не видела мой топор? Ева, ты не знаешь, где мои кожаные носки? Где то, где это? Как будто мы от разного дерева яблоки ели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бог знал тебя перед тем, как Он вложил в утробу твоей матери. Он знает твой дух. То, что ты знаешь, это твоя плоть. Нам необходим Бог, чтобы Он мог открыть то, что внутри нас. Нам нужен Господь, чтобы родить то, что Бог вложил в утробу вашей матери. Некоторые из вас, как этот человек в Вефезде, в купальне, и вы ждете кого-то, чтобы вас вытащить и завести в эту купальню. Десять лет прошли. Двадцать лет прошли. И никто меня не двигает к Иисусу. Но сегодня Бог Бог든, что здесь возвращался. Его изführневый. Бог приехал. Бог erre. Бог 라는 конком Você. Иисусуural. Гэро. Бог. Бог. Они 들어�аем. Бог утром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Откуда у тебя столько страсти делать то, что ты делаешь? А я это не делаю для людей. Я делаю для Иисуса. И моя любовь к Нему обновляется каждый день. Когда ты теряешь первую любовь к Нему, призвание становится терзанием. Вот как Бог показывает свою любовь миру. Когда я и ты, мы умираем для себя. Мы умираем для своих амбиций. Мы умираем для своего «я». Мы умираем для своих планов. Мы умираем для того, может быть, что мы мечтали поплотить. Потому что я знаю, для чего я рождена. Я рождена, чтобы любить. Я рождена, чтобы Его познавать. Я рождена для величия. И это призвание, оно не только для меня. Оно для тебя. Это для тебя. Дыши во мне. Just sing it with me. О Святой Дух. Жажду я тебя. Приши ко мне. О Святой Дух. Оживи меня. Дыши во мне. О Святой Дух. О Святой Дух. Жажду я тебя. Приши ко мне. О Святой Дух. Живи. Очиви меня. О Святой Дух. Вау, вот просто, мне кажется, я сам сейчас побыл на этой конференции. Я думаю, что даже можно поаплодировать. Ожило, просто все ожило. Конечно, это было совсем недавно. Это оно свежее. Конечно, когда мы были там, переживали, помним все эти чувства. Ведь оно в памяти не стирается. Оно никогда не уходит. Оно стирается в нашей памяти, когда оно не коснулось наших чувств. Но все, что коснулось наших чувств, оно остается с нами. Мне кажется, через год, через два, через пять, когда мы увидим эти кадры, что оно снова будет всплывать. Чувства возвращаются, конечно. Но зато он у нас в сердце. Да, простите. Вот, такой интересный момент. Поэтому снова и снова возвращаюсь, что на самом деле Иисус желает, чтобы мы инвестировали в наших женщин. И женщины, что, в свою очередь, они приносили вот это благоухание, служение по всему миру. Ведь я еще не завершил свои мысли. Вообще не завершил свои мысли. Поддерживает ли Иисус это служение? Заинтересован ли Иисус в этом служении? Хочет ли Иисус, чтобы это умножалось и было? И мой ответ – да, да, аминь и аминь. Почему? Потому что Иисус желает, Он понимает, что мы мужчины, мы часто, как сказать, несем вот это слово, мы несем экономию, мы несем какую-то идею. Но у нас, мужчин, нет того, что есть женщин. Вот взять и это раздать. Вот взять и это расточить. Вот взять и это разлить. Вот взять и это посеять. Вот принести это доброе благоухание. И заметь, что Иисус сказал. Говорит, экономия всегда будет, проблемы будут. Вы всегда, мужчины, будете видеть возможность, где сэкономить, что сделать, как не сделать. Вау, я даже никогда не думал об этом. И Он говорит, нищие всегда будут с вами. Про нищих я читал, да. А вот про экономию интересно. Вы всегда будете говорить, нужно сэкономить, 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 сэкономить. Вы всегда будете это делать. Но что Иисус говорит? Во всем мире, где не будет возвещаться благая весть, будет сказано о том, о чем? О женщине. И о том, как она правильно сделала. Она разумно сделала. Она взяла и что? Потратила. Говорит, вот это нужно говорить. Вот это нужно проповедовать. Где? Во всем мире. Во всем мире. Амэн. Во всем мире. Но дело в том, что Иисус что? Не просто поддерживает, чтобы женщины тратили деньги. Нет. Иисус не это имел ввиду. Он сказал, она на меня потратила. Поэтому все, что тратится на Царство Божье, на помазание, на конференцию, на наших детей, на духовную часть. Вот говорит, об этом нужно что? Трубить во всем мире. Другими словами, нужно взять трубу, кричать. Тратьте. Тратьте деньги на конференцию. Тратьте деньги на духовные. Инвестируйте в духовные, в духовные, в духовные, в духовные. Все, что связано с духовным. Иисус говорит, вот на это должно просто уходить наше время, силы, наш... Ну скажем, Иисус хочет дать нам деньги, чтобы наши жены потратили их на женскую конференцию. Амэн. Сто процентов, пасты. Я абсолютно с тобой согласен. Я просто очень, ну, вдохновлен этим, что как Иисус на все смотрит, как Иисус все это видит, как Иисус все это понимает. Хочется сказать, эй, мужчины, прямо сейчас дайте своим женам 100 долларов или 200 долларов. Иисус говорит, закупите два сета дискал, чтобы поддержать царство Божие, расширить царство Божие. Запланировать сказать, жена, все, в следующем году ты будешь там, ты едешь там. Мы часто думаем, а зачем ехать так далеко? Вот, может, у нас делают? Бесплатно. Я сэкономлю деньги. А я хочу сказать, каждый год, каждый год мы едем в Колумбию на конференцию. Каждый год. Большие деньги. И каждый год все дороже, и расходы все больше. Каждый год все дорожает. Гостиница дорожает. Регистрация 150 долларов на человека. Вау. Регистрация. Добавь пищу, добавь одежду, добавь билеты, добавь гостиницу. Такси. Это огромные расходы. Но зато какой выход, какой результат, какой плод. Священническая семья. Амин. Священническая семья. Сегодня мы смотрим на наших детей. И это плод, результат. Иногда жена моя говорит, но они же не идеальны. Мы еще же пока не пример. Конечно, мы несовершенные. Миллион ошибок. Как было, так и остается. Но зато все дети любят Бога. Все дети знают Бога. Все дети максимум делают все во имя Божье. Даже взять на этой женской конференции, сколько Дэвид участвовал, служил. Аменда служила. Она была в 18 лет одним из служителей. Она уже молилась за людей. Она вела полностью духовную часть на этой женской конференции. Дэвид сколько делал. И что это? Плод инвестирования. Я хотел подменить, что это не только плод инвестирования одной женской конференции. Или одного раза. Или один раз покрыть женскую конференцию. Или отослать свою жену, чтобы она там была на этой женской конференции. Это, так сказать, long term. Как бы на будущее, наперед. Это не один год. И не два, и не три. И то, что ты говоришь за Давида. Вот это то, что мы посмотрели видеоролик. Где девушка одна танцует. А сзади нее кокун стоит. Как бы это такой был production. Это не один год инвестиций в Давида. А это месяца, года. Это инвестиции на всю жизнь. И как бы я думаю, что каждый мужчина должен рассчитывать на это. Потому что это как бы не один раз сказать своей жене. Иди один раз поди на конференцию, и твоя жизнь себя изменится. Как бы это да, там есть эмоции, там есть атмосфера, там есть дух победы, жизнь. Люди спасаются, исцеляются. Мы слышим сотни, массы свидетельств за эти все 8 или 9 лет, сколько мы делали уже женскую конференцию. И нужно ехать каждый год, каждый раз. Каждый раз. И что интересно, эта конференция всегда рассчитана на детей, на молодежь, на людей старшего возраста. Есть духовная часть, есть проповедь, есть молитва, есть, ну вот, как Лора мы слышали. Это была уникальная постановка, когда она решила быть Евой, хотела быть Евой. Действительно, мы показали только маленькие-маленькие части. Фрагменты, маленькие фрагменты. Но она передала огромные откровения, месседж, месседж. А что на самом деле нужно делать и что не нужно делать? Куда нужно себя, простите, инвестировать? Куда не нужно себя инвестировать? И это что? Потом это все дает эффект на нас, на наши семьи, на наших детей, на наше будущее. Потом нам не нужно плакать. Пожалуйста, помолитесь вот за моего ребенка, за моего. Тот не спасен, тот в наркотиках, тот в том, тот в том. Мы все равно потом заплатим намного больше. Да. Позором, стыдом, унижением, деньгами, тюрьмой, чикетами различными. Человек не видит, что если он не профинансировал Царство Божие, он обязательно профинансирует Царство Дьявола. О, вау, да. Обязательно. И это всегда наш выбор, кого финансировать, Царство Божие или Царство Дьявола. Но человек, он не хочет финансировать Царство Божие, но у него выбора нет. Просто выбора нет. Интересную мысль ты сказал, особенно на этой женской конференции, потому что я был часть, директор сцены, координатор сцены. А что мне понравилось, потому что я был вовлечен в эту конференцию очень много, что пастор Оля, она специально, как сказать, hand-picked, то есть она выбрала людей специальных возрастов, чтобы каждый мог послужить каждому, чтобы старшие могли послужить старшим. Молодежь служит только молодежи. Те, которые занимаются детском служении, они служат детям. То есть был уровень служения на каждом уровне для всех возрастов, и это сделало огромный импакт. Это сделало огромный импакт. Конечно, потому что дети, они, кто уже давно или с нашей церкви, они в числе первых, кто регистрируется и платят деньги. И я хочу сказать, мы, даже наша семья, мы тоже платим деньги. Мы делаем и мы платим деньги. И Джойс, она 12 лет, она все, она проплачивает деньги, зарабатывает деньги, что пойти на женскую конференцию. Вот именно пастор, что они сами зарабатывают деньги, то есть есть определенные value, определенная ценность в их сердце к женской конференции, к Богу, к Иисусу, к спасению. Они сами идут, зарабатывают деньги, даже Джойс, Джошуа, сколько им лет, я не знаю до конца, сколько им лет, 10, 12 лет, 11 лет. Да, они зарабатывают деньги и платят сами за женскую конференцию. Почему? Потому что мы как родители учим, мы как пасторы учим, и мы поясняем, что это самое ценное. Все на земле, что нам нужно. Мы должны дом иметь, автомобиль иметь хороший. Все это да, аминь. Одежду, хорошую одеколонну, хорошую обувь. Да и аминь. Но если мы имеем все, но не инвестируем себя в Царство Божие, вот реально, целенаправленно, продуманно, то я хочу сказать, случайного, доброго плода не бывает. Если нету доброго плода, я гарантирую, ни муж, ни жена, ни дети не инвестировали себя в Царство Божие. Все. Это, ну, простите, что я так прямо, радикально говорю, но я абсолютно уверен, если нету плода, не было посева. Это не просто дал десятину в церковь. Если вы даете десятину, правильно делайте, слава Богу. Дал жертву, должен быть плод. Нет. Это помимо десятины, помимо жертвы, ты еще и еще и еще и еще и ищешь, где есть духовное служение. И что? И инвестируешь себя в этот. В этот проект, в это служение, в это направление. Потому что если мы хотим доброго результата, что? Должен быть посев. Должно быть сенье. Потому что нету жатвы без сенья. Нету жатвы без сенья. Я не раз говорю, часто люди говорят, но я верю. Бог позаботится обо мне. Все будет хорошо. Я говорю, ну, простите, но я в этот абсурд не верю. Вот когда говорят, все будет хорошо. А я говорю, не будет ничего хорошего. Не будет. А на каком основании все будет хорошо? И когда люди говорят, ну, я же доверяю Богу. Это слепая вера. А я говорю, а я не доверяю так, в кавычках. И я говорю, вот недавно даже я беседовал со своей женой по роли. Они же женщины, они же чувствуют, да, чувствуют. И она говорит, ну, люди же доверяют Богу. Это говорю я все равно, что сижу дома. И вдруг ни с того, ни с сего. Потому что мне так хочется. Я говорю, я доверяю Богу, что на моем огороде будут расти помидоры. На основании чего моя вера? Это слепая вера. Это просто слепое, простите, ленивое желание, которое Бог никогда не исполнит. Если я не посеял туда помидоры. Нет фундамента для восприятия. А я их не посеял. Да. Я не посеял туда огурцы, а я их не посеял. И вдруг, потому что мне хочется свеженьких огурцов и помидоров. Хотя добрые намерения. Да, добрые. А что здесь плохого? Я же хорошего хочу. Хочу огурцы, хочу помидоры. Доверяю Богу. Да, ты слепой, глухой, немой, безумный. Ты доверяешь на основании чего. То есть, если я доверяю Богу, я должен посеять. Я должен поливать. Я должен возделывать. И доверять Богу, что будет плод. Амин. Если я не посеял, не возделывал, не поливаю, не храню и говорю, я доверяю Богу. Это безумие. Да никогда, никогда, никогда это не произойдет. Вообще не произойдет. Точно так духовно. Если мы не сеем духовное в жену, в детей. Не поливаем духовное. Не культивируем. И говорим, я доверяю Богу. Вот отсюда все проблемы. Что это неправда. Бог ничего нам не даст. Почему? Не было посева. Поэтому очень важно сеять. Очень важно быть там. Очень важно стать частью духовного. Чувствуешь ты, не чувствуешь, говоришь, зачем такая трата. Как зачем? Чтобы был результат. Чтобы был плод. Был хороший плод. Поэтому, конечно, я так ревную. Потому что хочется, чтобы каждый дом был священническим домом. Каждая жена, семья, это были люди-служители в Доме Божьем, в семье. Потому что, когда есть баланс муж и жена, тогда что? Есть влияние на детей. Аминь. Я вот всегда вижу, моего одного влияния, как отца, недостаточно. Вот просто недостаточно. Мне кажется, это мне кажется, что я совершенный отец. Я думаю, только я так думаю. Хотя моей дочке только два года. И молюсь, и верю, и проповедую, и учу, и служу. И это правда. И забочусь, и кормлю, и одеваю, и деньги зарабатываю. Ну, кажется, куда лучше. Но что интересно, очень часто дети идут еще к маме. Чтобы мама по-другому послужила, по-другому верила, по-другому любила, по-другому объяснила, по-другому рассказала, по-другому помолилась, по-другому попророчествовала. И когда и мама, и папа, они оба несут вот это духовное послание, тогда приходит влияние на детей. У вас, наверное, то же самое. Да, сто процентов. Хотя, как бы, у меня только одна дочка пока. Вторая скоро будет. Скоро будет. В мае, в июне будет вторая дочка. Ей только, нашей первой дочке, почти три всего еще пока, два года. Как бы, я это еще сильно не встречал. Но она действительно, она подает к маме, спросит одно, подает ко мне, спросит то же самое. И, как бы, она, я уже вижу, что она пытается что-то выбрать, что-то найти, то, что, как бы, ей нравится, то, что она хочет, то, что она хочет делать. И когда есть, как бы, содействие семье, духовное, мы сейчас ориентируемся на духовное, то ребенок автоматически выбирает духовное. Недавно ко мне, вот, Мануэла, моя дочь, подходит и говорит, папа, мне Бог говорил ночью. Вот просто, ни с того, ни с сего. Мне Бог говорил ночью. Почему? Потому что много раз мы с Таней по отдельности, мы договорились об этом заранее и говорим, Мануэла, у тебя есть призвание. Бог хочет говорить с тобой. Бог может говорить с тобой ночью. Бог может говорить с тобой днем. Как бы, уже мы сеем эти семена. Она маленькая, она, может, ничего еще не понимает. Но когда я у нее спросил, что тебе Бог сказал, она говорит, Бог сказал, что я хороший. Он сказал, чтобы я много мультиков не смотрела. Как бы, есть вот это вот содействие духовное, как сказать, одно направление в семье. Мы стремимся идти, спасать людей и делать их учениками. Мы стремимся к Богу, к спасению. Кстати, вот Сергей Марчук, это тоже один из служителей нашей церкви. И он говорит мне, пастор, у меня есть хорошее свидетельство. Говорит, моя дочь, вот это то, что муж, жена вместе в одном и служат Богу. Говорит, в это воскресенье я делал призву. О, да, он говорил мне. Я делал призву к покаянию, как раз это была Пасха. И призву к покаянию. И его дочь три года, три года. И она, говорит, после служения подошла и говорит, я хочу принять Иисуса Христа как своего спасителя. Вау, добровольно, никто не заставлял. И говорит, я такой стою, и мама говорит, вот, иди к папе, пусть папа помолится с тобой, молитву и покаянию. Три года, ребенок говорит, после служения. Он видит, чем мы живем, к чему мы стремимся, каковы наши ценности, что мы любим Иисуса превыше всего. Инвестируем. И ребенок три года говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять Иисуса Христа как своего спасителя. И Сергей говорит, мне как отцу, какая привилегия. Вау. Молитва и покаяние, принятие Иисуса Христа. И говорит, и потом мы вспомнили, что мы с Мариной, когда она только родилась, мы отдали ее Богу и сказали, Господь, мы хотим, чтобы она встретилась с тобой в раннем возрасте. Вау. В районе трех лет. И говорит, мы потом это забыли. Но мы, говорит, были постоянно в церкви, посвящали себя, отдавали себя Богу. И говорит, и вдруг мы видим результат. Что это за результат? Результат инвестирования. Амин. Амин. Кстати, пастор, вот именно момент, о котором я говорил, что повлияло, это именно женская конференция. То есть она как бы косвенно повлияла на меня, потому что она повлияла на Таню. Когда мы с Таней поженились вместе, она не вела домашнюю группу, она не была в служении. Ну, как бы можно считать пение в хоре служением своим. Как бы многие люди это делают. Вот я говорю о конкретном служении людям. То есть прямое служение людям. Молиться за людей. Проповедовать Слово Божие. И сколько лет я ее не вдохновлял, ничего не работало. Но я делал одну вещь. Я отправлял ее на женскую конференцию. Я помню, это было уже 5 или 6 лет назад. Может даже 7, когда Бог действительно коснулся ее. Несколько лет спустя Бог коснулся ее. И именно это произвело это влияние на нее. Тарас, спасибо. Ты даже не понял, я не понял, что прошел час времени. И мы вынуждены, возлюбленные, с вами прощаться и сказать, что до встречи в эфире. Снова и снова заходите на наш веб-сайт. Приезжайте на конференцию. Слушайте, молитесь за нас. А мы будем молиться о вас. Благословение Божьего присутствия и огня Святого Духа в вашу жизнь. До встречи, возлюбленные. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok